всем привет сегодня будем с вами сравнивать две туши пять в одном новую версию и старую версию посмотрим отличаются они чем-то или нет и также я сегодня буду первый раз наносить вот эту новинку так что смогу с вами поделиться своими впечатлениями насколько же она мне действительно понравилось так ну что поехали я сделала буквально нанесла тон брови и ничего больше отвлекающего от этих двух тушей поэтому давайте сравним сначала щеточки и приступим к нанесению и так мне тоже интересно туши 5 в одном я пользуюсь уже много лет периодически ее беру это самая продаваемая тушь у нас в oriflame поэтому очень интересно осталось ли она такой же итак давайте смотреть вариант номер один и вариант номер два мне кажется кисточки абсолютно одинаковые сейчас я их одинаково поставлю а вот и вы сможете увидеть смотрите ну фактически они одинаковые вот мне кажется вообще одинаковые теперь посмотрим по самому качеству туши как же они наносятся и насколько они разные или нет давайте нанесем сначала новую тушь ну хочу отметить что эта тушь у меня открыта вчера буквально хотя нет не вчера я вам показывала ее в каком-то своем видео ну в общем максимум ей несколько дней от силы и я еще ей не пользовалась эта тушь у меня уже открыта как минимум месяц но я ей пользовалась буквально раз пять наверное за это время то есть принципе она не сухая абсолютно но не только открытая и так давайте наносить сейчас посмотрим в камеру конечно не очень удобно я поставила себе тут зеркальце еще буду подсматривать как я наношу тушь принципе пять в одном я всегда сначала вот этой стороной прокрашиваю то есть без ворсинок наполняю ресницы смотрите уже вот с первого раза на и затем я их прочесываю другой стороной но чуть чуть позже хороший эффект кстати она дает с первого нанесения извините что тут влезла со своим зеркалом хотелось посмотреть поближе давайте вторую сразу точно также нанесем очень классный эффект мне нравится мне кажется что это как-то у меня более сухая она как бы не сухая вот нет надо и макнуть два раза по нанесению этот глаз мне наверное чуть чуть легче было наносить ну вот это вот вообще одно нанесение буквально это я даже еще не прочесывала длину только сделала объем давайте теперь вырочевшим длину вот знаю что ресницы прямо шикарные получаются так и вторую тушь это у нас старый вариант но сразу хочу сказать что вот левый глаз который сейчас прочесываю я всегда с ним больше вожусь потому что вы здесь у меня сбоку ресничек меньше чем на этом глазу поэтому всегда здесь больше провожу визуально в принципе они мне кажется одинаковые вот визуально то что я вижу по результату по нанесению мне новинка понравилось больше вот вот как то так получилось у меня вот так выглядит это я не знаю есть ли разница видите вы или нет я разницы внешне фактически не вижу разница лишь в том что вот этой тушью мне кажется я быстрее нанесла здесь как-то она может быть потому что она новая как она сама тушь здесь набирается больше продукта вот то ли она более жидкая но хотя не могу назвать жидкой просто здесь больше продукта набирается чем вот здесь возможно это связанность хотя тут тоже вот он тянется я вижу точно так же здесь тоже есть но немножечко мне показалось что вот этой тушью легче наносить то есть больше прям наносится чем старый а так в принципе по нанесению они абсолютно и по результату они абсолютно одинаковые мне не обе понравились вот и и даже новинка капельку больше поэтому рада что обновили ее вот в общем я вам показала как она работает доделаю вместе с вами уже макияж принципе такой макияж я делаю часто в своих видео думаю сможет повторить абсолютно каждый потому что это самый простой вариант пока тушь моя подсыхает конечно обычно делаю наоборот сначала накрашиваю веки потом тушь ну пока она подсыхает я добавлю румяшки вот румяшки у меня джордании шарики разные всякие вот сейчас они у меня уже их тут мало они у меня заканчиваются и буду брать новые скоро вот оттенок даже не буду говорить потому что мне кажется я сюда уже что-то набросала в общем и старые какие-то и новые мне тут все вместе поэтому оттенок вам не скажу вот какой-то получился в итоге но любом случае вы можете подобрать себе оттенок любой и больше с розовинкой и персик или допустим шоколад все эти варианты у нас есть дальше очень понравилась вот эта палетка the one вот так она выглядит потому что здесь очень классные оттенки я все время беру здесь хайлайтер мне он очень нравится добавляю его вот сюда вот там покажу вам как это все блестит поближе и в принципе иногда пользуюсь тоже этими румяными и иногда вот этой палитры затемняю но в основном я использую вот так вот румяшки и сверху хайлайтер буквально одна минутка и готова дальше использую вот такой хайлайтер наверх под бровь буквально ставлю по точечке такой жирненькой растушевываю кисточкой он такой дает небольшой блик вот очень быстро подсыхает поэтому важно его сразу правильно растушевать вот и часто очень наношу эти тени в карандаше оттенок шампанское они придают блестки блеска и в общем очень красивый оттеночек наношу его на века в разном количестве иногда чуть больше надо чуть меньше в зависимости от того сколько блеска я хочу но если я хочу буквально чуть-чуть то вот так вот я наношу по центру и растушевываю и вот сюда то сюда буквально блестки будут такие золотые блик давать красивый конечно обычно я делаю это наоборот сначала прошу тени но я хотела не отвлекать вас вот своими тенями там еще чем-то вот прокрашивание ресниц поэтому сделала в этот раз так ну и помада помады каждый раз беру разные под настроение а и взяла в этот раз вот такую вот матовую помаду оттенок 421 71 и не знаю какой взять карандаш иногда беру к ней коричневый темный иногда вот такой вот господи как назвать его коралловый давайте возьмем коралловый сейчас потому что он по оттенку будет очень подходить нравится мне эти карандаши вот jordani gold и у них очень хорошая стойкость и никуда не растекаются вот если сравнивать их с карандашами the one то карандаши the one более мягкие и чуть больше в них варианта того что они могут немножечко пойти в общем растекаться да ну как бы не растекаются но размазываться могут вот ну хотя карандаш из ван очень хорошо наносить на все губы прикольно даже вместо помады можно использовать так и саму помадку берем носим такой красивый оттенок сейчас подсохнет и будет вообще шикарный матовый вот и вот так вот очень быстро я делаю себе макияж когда мне нужно куда-то бежать бегом-бегом реснички вот но единственное что налоги на основу тоже на нашу конечно заранее и брови отдельно вот хотя иногда когда мне надо очень быстро я могу и без тональной основы сделать то же самое и не только помаду наверно тогда будет по нейтральней посветлее и в принципе все вот в общем вот такой вот обзорчик получился на эти две туши мне кажется они абсолютно одинаковые прям конкретной разницы я не заметила всяком случае эффект у них точно одинаковые поэтому я вам ее с радостью могу рекомендовать а если вы любитель туши 5 в одном то можете также успешно продолжать пользоваться нашей новинкой туши 5 в одном и сейчас она есть у нас в каталоге она у нас и на обложке и вот здесь 145 гривен по украине по другим странам тоже думаю хорошая приятная цена и также сейчас на неё проходит вот такой розыгрыш при покупке этой туши вы можете выполнить условия которые описаны в каталоге и поучаствовать в розыгрышах на классные подарки от компании вот все всем пока пока пишите свои комментарии кто пробовал уже эту тушь напишите заметили ли вы какую-то разницу вот тоже мне интересно или все-таки нет потому что я фактически и не заметила вот все всем пока пока и до новых встреч в новых видео